В Чувашии ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная, однако снимать действующие ограничения Роспотребнадзор пока не намерен. В марте медики обычно фиксируют рост сезонного заболевания ОРВИ. В республике сделано почти 600 тысяч тестов на коронавирус. Коэффициент распространения COVID-19 ниже единицы. Исследования проводят 11 лабораторий. В марте планируют открыть еще три. На базе 2-й городской детской больницы Канажского межтерриториального медицинского центра и Новочебоксарской городской больницы уже монтируют оборудование. Это позволит увеличить количество исследований в сутки. И все же в Чувашии пока относительно низкий уровень тестирования. Необходимо отработать практику забора анализов при первичном обращении с признаками инфекции. Отметилось снижение числа инфицированных и среди взрослых на 12,3%. Однако среди взрослого населения наиболее высокий уровень заболеваемости отмечено в возрастной группе 50-64 года. Также у нас сохраняется заболеваемость повышенная в возрастной группе 65 лет и старше. По сравнению с предыдущей неделей число работающих среди заболевших уменьшилось. В том числе среди работающих на транспорте, работников образования, здравоохранения. Но увеличилось число заболевших среди работников в сфере торговли и сфере услуг. По-прежнему больше всего больных выявляется в Чебоксарах. Но за последнюю неделю зафиксирован рост в Шамуршинском, Янтиковском и Вурнарском районах. Оказалось, именно в них снизили активность мобильной группы по выявлению нарушений масочного режима. Эту работу необходимо усилить, подчеркнули на оперштабе. Особенно в преддверии масленичных гуляний. На неделе с 8 по 14 марта запланировано не менее 300 мероприятий. Важно, чтобы все они прошли с соблюдением ограничительных мер. Роспотребнадзор не рекомендует участвовать в массовых гуляниях летом старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Хорошо, что статистика хорошая, но оснований к тому, чтобы расслабляться и ослаблять меры, абсолютно никаких нет. Прогноз на сегодняшний день неблагоприятный. Март месяц – это месяц такой неустойчивый. Всегда в этот период у нас отмечается рост заболеваемости грипп и РВИ. В этом году мы можем получить и рост заболеваемости ковидом. В течение марта месяца никаких послаблений не должно быть. Участники заседания оперативного штаба также считают, что необходимо увеличить темпы вакцинации. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.